Спасибо, Артем. Вижу, что слышно. Да, я на YouTube вообще, если честно, не смогла зайти. Вот мне написали, что зависало видео. У нас сегодня первый раз трансляции на YouTube-канале. У меня не получилось зайти, поэтому, если честно, я не буду видеть, что там происходит. Вот. Ну, хорошо. Мы в любом случае начинаем. Вижу, что у нас сегодня есть один гость. Вы не могли бы в чате написать, кто вы, из какого города. Просто интересно, кто у нас сегодня в гостях. Итак, мы сегодня заканчиваем, можно сказать, цикл. У нас будет третья часть по дубликации. У меня еще тут какие-то помехи идут. Почему-то могу отключить. Кто пишет мне в чат, пожалуйста, не пишите. Очень прошу, потому что у меня идут помехи на экран и звуковые. Юхан, здравствуйте. Вот кто гость у нас, да? Или нет? Юхан Талин у нас сегодня. Спасибо. Спасибо, это вы, наверное, написали. Ну, все, поехали. Сегодня у нас третья часть по дубликации. Пишет и пишет. Прошу не писать, все равно пишет. Меня зовут Любовь Федорова. Я являюсь региональным куратором Латвии и спикером по дубликации. Мы с вами уже прошли две части, которые я назвала «Правильный старт – это путь к успеху». И сегодня у нас будет третья часть, на которой мы разберем последние две задачи. Как бы мы не старались доносить информацию, как бы мы не старались выполнять все шаги, которые мы делаем, вводя нашего партнера в систему, знакомя его с проектом, у нас все равно есть определенная схема, по которой мы действуем. Это четыре основных шага, которые нам необходимо поделать для того, чтобы то, чем мы занимаемся, было успешным. Прежде всего, это приглашение. Приглашение в бизнес мы делаем при первом обращении к человеку. То есть здорово, если мы уже его знаем, нам его легче пригласить, легче пригласить его на мероприятия, на наши вебинары, на наши какие-то презентации. Если это чужой человек, то, конечно же, это сложнее. Нам обязательно нужно представиться, нам нужно сказать, откуда у нас его данные, сослаться на что-то, либо где мы раньше с ним встречались. Если я сделаю тише, меня так будет хорошо слышно, скажите мне, пожалуйста, потому что у меня ужасно идут помехи со скайпа. Не могу отключить его никаким образом. Напишите мне сейчас, вы меня хорошо слышите, потому что я сделала очень тихо звук компьютера. Все хорошо, спасибо. Мы, приглашая человека на вебинар или на презентацию, обязательно присутствуем. Либо мы с ним присутствуем на какой-то презентации общественной в зале, либо это вебинар, тогда мы обязательно ему звоним минут за 10-15 до того, как состоится это мероприятие, чтобы помочь ему подключиться, чтобы, если человек первый раз, возможно, у него возникнут какие-то трудности. Мы помогаем ему подключиться и говорим, что после вебинара мы обязательно с вами созвонимся. И обязательно делаем этот звонок. То есть вот эти первые три шага, они в обязательном порядке. Вот это и есть наш самый главный старт. Это первый старт. Если мы их проделали правильно, то человек откликается, и он дальше готов нас слушать, готов дальше с нами беседовать. То есть мы его приглашаем, мы вместе с ним прослушиваем этот вебинар или презентацию, и делаем последующий звонок, либо мы идем на чашечку кофе, если это была какая-то презентация, после мероприятия, и, в принципе, продолжаем дальше беседу. Как человек понял, хватило, не хватило информации, какую дополнительную информацию, каким образом он может участвовать в проекте. То есть мы ему рассказываем последующие шаги, его последующие шаги, какие он может сделать в этом направлении. То есть это схема, по которой мы все равно идем. И четвертый шаг – это вовлечение в систему поддержки, когда мы действительно уже предлагаем человеку регистрацию, когда мы ему открываем его личный кабинет, когда мы рассказываем, знакомим его с кабинетом, со всеми его разделами. И открыть для человека личный кабинет – это все равно, что дать ему доступ к закрытой информации. И мы так ему и говорим. Мы не просто предлагаем, давай я тебя зарегистрируюсь, или мы ему скидываем ссылку после вебинара и говорим, вот, зарегистрируйся, ты там все найдешь, все увидишь. То есть это неправильные шаги. Мы обязательно проделываем это все вместе. И мне очень понравилась формулировка, давай, для того, чтобы ты получил информацию, вернее, доступ к закрытой информации, я открою для тебя какой-то табличный кабинет или личный офис. Потому что у нас же действительно нет в свободном доступе ни наших пакетов, ни маркетинг-плана, ничего такого нет. Поэтому этот человек действительно может узнать, как закрытую информацию, только получив доступ к своему кабинету. Вот этот вот у нас четвертый шаг – это… он достаточно емкий, достаточно объемный, и мы его делаем на протяжении какого-то длительного времени. И тем не менее, и также у нас есть еще семь задач, которые мы тоже обладеваем ими для того, чтобы быть более профессиональным во всех своих действиях. То есть мы не только сами учимся, но и мы учимся своих партнеров, помогаем им научиться правильно ставить цели, потому что цели – это наш главный мотиватор, который нас заставляет двигаться дальше, создавать книгу контактов, как это делается, как она пополняется. То есть это в обязательном порядке мы через это проходим, потому что это наш основной капитал. Мы как раз-таки работаем с контактами, учимся планировать время, учимся делать телефонные звонки, телефонному этикету, что тоже немаловажно. Мы научимся презентовать наш проект и сопровождать человека и работать с возражениями. Вот как раз у нас четвертый шаг больше всего относится к этим двум последним задачам – сопровождение и работа с возражениями. Давайте… Я знаю, что сегодня у нас идет трансляция на YouTube. Мне уже сегодня написали, что там тоже есть люди. Я не могу, к сожалению, это видеть. Поэтому, возможно, подключились те люди, кто не мог к Мерополису подключаться, потому что было очень много жалоб. И для этого я хотела бы буквально вкратце сказать, что было в первых двух частях. То есть в первых двух частях мы рассмотрели первые пять задач. Первая задача – это постановка целей. Цели рекомендуется ставить по системе SMART. Это аббревиатура английская. То есть цель должна быть конкретная. То есть мы должны понимать, каков результат, кто вовлечен в эту систему для достижения данной цели. Следующая – она должна быть измеримая. То есть когда и как мы поймем, что цель достигнута. По каким показателям мы увидим, что да, все, цель достигнута. Мы видим, что мы работу выполнили. Третье – это достижимая. Цель должна быть достижимой. То есть когда мы ставим какую-то цель от компании, мы понимаем, каковы ресурсы этой компании. Когда мы ставим свою цель личную, то мы понимаем, какие наши ресурсы. И временные, и, может быть, финансовые, может быть, даже какие-то эмоциональные ресурсы. Мы сможем мы вообще достичь, или мы воздушный замок какой-то рисуем. Цель должна быть реалистичная или значимая, еще можно сказать. То есть она должна для вас иметь большое значение. То есть вы должны понимать, что произойдет, когда вы достигнете цель. Какие выгоды у вас будут. Может быть, у вас какое-то продвижение будет. То есть эта цель имеет для вас значение для дальнейшего вашего блага. И, естественно, цель должна быть определена во времени, потому что мы не можем ее размазывать. Если мы будем четко ставить себе сроки, до какого примерно срока мы хотим, чтобы исполнена была эта цель, тогда мы действительно идем целенаправленно, не сворачивая, не тратя время на какие-то другие неважные дела, а идем конкретно уже к своей цели. То есть это все более подробно мы рассматривали на первом нашем занятии. Далее книга контактов. Мы рассматривали, как ее составлять, какие заметки нужно писать каждому контакту, которые помогают нам дальше общаться с данным человеком. Как пополнять, где брать контакты. Знаем, что очень важно выписывать их, разделять, может быть, на какие-то группы, подгруппы, чтобы мы видели, из каких групп у нас эти люди. Потому что когда мы подписываем название группы, допустим, бывшая работа или тренировки, мы тут же начинаем визуализировать то место, какое мы сейчас имеем в виду. И у нас перед глазами встают люди, которые там были, с нами контактировали. И мы можем гораздо больше людей вспомнить, чтобы внести в этот список. Далее мы поговорили о времени, как о таком очень уникальном ресурсе, который нельзя не вернуть назад, не восполнить, не купить, не передать, подарить кому-то. Поэтому планирование очень важная вообще часть, не только бизнеса, а вообще часть нашей жизни. Потому что если мы научимся хорошо планировать свое время, мы не будем его тратить на ненужные какие-то дела, мы не будем тратить его впустую. И это поможет нам сконцентрироваться на более важных и значимых вообще целях также, делах, которые для нас важны. Я просила, когда мы говорили о времени, о планировании, я просила вас нарисовать себе диаграммы, как у вас распределяется время нашей недели, 168 часов. Вот мне сейчас хотелось бы, очень хотелось бы получить от вас ответ, сделал кто-то или нет. Как распределяется? Напишите, пожалуйста, кто сделал такую диаграмму от руки, начерченную хотя бы примерно, как разделили вы свои 168 часов и увидели ли вы, на что тратится ваше время. То есть я просила сделать для себя, конечно, как оно сейчас распределяется и как бы вы хотели распределить это время и посмотреть на какие сферы у вас не хватает времени и где вы тратите его слишком много и откуда можно позаимствовать время, мы его можем только сами у себя позаимствовать и перенести его на те дела, которыми нам хотелось бы заниматься. Я, ну, никто не пишет, значит, никто не выполнил. Но у вас есть еще время для этого подумать, как мы распределяем свое время. Далее мы говорили о телефонном этикете, что для чего он нужен, как мы ведем телефонные переговоры, как важно даже выглядеть и чувствовать себя на том конце провода, даже когда вас не видит ваш собеседник. Он вас чувствует, он чувствует ваши эмоции, он чувствует ваше настроение, наше даже, буду правильнее говорить. Когда мы хотим поговорить по телефону, не просто пригласить, а вот поговорить, у нас более долгий разговор будет, и тогда мы обязательно создаем какой-то небольшой сценарий или пишем пункты, которые мы должны проговорить, чтобы мы не забыли. Это будет нам как напоминание, только естественно мы не пишем тексты и не говорим как робот, потому что это чувствуется. Нужно обязательно улыбаться во время разговора, чтобы создать такую комфортную обстановку, такую позитивную взаимосвязь с человеком, чтобы человек был понимал, что вы довольны его слышать и рады вообще тому разговору, который сейчас происходит. Не лежим, не едим, не курим, не пьем кофе во время разговора. Это такие вещи, которые тоже отталкивают немножечко. Они неприятны. Говори медленно и четко, и всегда заканчиваем звонок вежливо, всегда благодарим за разговор, для того, чтобы остались между нами взаимоотношения, так сказать, хорошие взаимоотношения. Мы не сжигаем остыд, потому что мир не такой уж большой, он достаточно маленький, и мы с этими людьми в обязательном порядке еще встретимся. Возможно, даже они сами придут и попросят рассказать, сделать предложение, которое вы делали, допустим, год назад, потому что человек видит, что все развивается, все строится. Человек видит, что, может быть, его кто-то пригласил другой на то же, на так же, на вебинар или сделал такое же предложение, ему поучаствовать в бизнесе. Вот, и тогда они приходят к нам и говорят, слушай, я вижу, что у вас все хорошо, а ну-ка, давай еще раз расскажи, я, наверное, все-таки постараюсь вникнуть, мне вот что-то захотелось поподробнее, побольше узнать об этом. Такие случаи бывают, я думаю, у вас тоже такие случаи бывают. И учимся, конечно, презентовать проект. Если мы не приглашаем на вебинар, то, естественно, мы делаем презентацию сами, поэтому мы говорили о том, как мы делаем эту презентацию, где мы берем материалы для презентации, что в обязательном порядке мы рассказываем и инвестиционные возможности, и приглашаем человека в бизнес, вот именно сейчас, это время, когда многие люди лишились работы. И еще неизвестно, восстановятся ли некоторые должности, потому что есть такие прогнозы, что после пандемии мир будет немножечко другим, очень многие сейчас уйдут работать в виртуальное пространство, и у кого это получится хорошо, они, в принципе, могут немножечко перепропилироваться. Да, поэтому приглашаем в бизнес людей и рассказываем им подробно о всех наших возможностях, какие у нас есть. Вот, итак, у нас остались две последние задачи, что значит правильное сопровождение и как продуктивно работать с возражениями клиентов. И немножечко я вам расскажу о конверсии, что это такое, от чего она зависит. Но для начала давайте вспомним, что на всех этапах нам приходится общаться с людьми, даже начиная с первого шага, когда у нас идет обыкновенное приглашение. Мы общаемся с людьми, которые подразделяются на четыре психотипа. Об этом мы тоже очень подробно говорили, но сейчас я хочу вам чуть-чуть буквально пробежаться, напомнить, потому что мы каждый раз, зная и понимая психотип человека, можем более продуктивно постоить свой диалог, свою беседу с ним, для того, чтобы у нас был больший процент положительного результата, скажем так. Это у нас первый командир, которые ориентированы на цели, у них достаточно жесткий контроль, четкие действия, человек знает, чего он хочет, он знает, как идти к этой цели, он может и от себя требовать, и от своих коллег требовать такой четкости, ясности, никакой непрофессиональности, то есть человек должен быть подготовлен, у него достаточно высокие стандарты. Я предлагаю немножечко ассоциировать этих людей с героями мультфильма «38 попугаев». У нас попугай там был ярко выраженный командир, который командовал, который мерил удава лапками там своими, закладывал крышки за спину, говорил, и вот он четко знал, чего он хочет, и он знал, кто и что должен делать. Вот это был типичный командир. Звезда у нас человек-праздник, это эмоциональный человек, это человек, который хочет быть в центре внимания, которому очень важно, когда им восхищаются, для него важны атрибуты статуса и успеха. Он очень позитивный, доброжелательный, общительный и очень легкий человек. В мультфильме это была «Мартышка». Со звездами достаточно легко общаться, они легкие, они легкие в общении, они позитивные, но они не любят критику, и звезду очень легко обидеть. Здесь все равно нам нужно понимать, что какая-то осторожность в общении нужна. Гуманисты – это те люди, которые заботятся об окружающих, об взаимоотношениях между людьми, для них важны человечность и переживания. Они ориентированы на отношения. Им важна оценка мнения других. Это достаточно творческие, трудолюбивые люди. Вот в мультфильме это был «Удав». Гуманисты – это, можно сказать, ярко выраженные, вернее, в нашем проекте очень много гуманистов. Он очень подходит для гуманистов, потому что он направлен на спасение планеты, на экологию, на безопасность для людей. Для гуманиста – это главные задачи, главные те критерии, по которым он, допустим, даже и будет принимать решение, выбирать этот проект или не выбирать. Так что для гуманистов наш проект подходит больше всего. И четвертый вид – это аналитик. Их называют еще дипломатами. Человек, для которого важны факты и цифры. Он будет очень долго копаться в мелочах, в деталях. Он будет делать анализ, он будет сопоставлять, ему нужны какие-то доказательства, бумаги. То есть это такой кропотливый, спокойный человек, который будет долго-долго-долго копаться. А это а то, а это а то. Когда он будет принимать решение, у него уже не останется вообще практически ни одного вопроса. Если он принял решение, он, значит, уже во всем разобрался. К нему мы идем больше вначале с огромной информацией, с большим спектром различной информации, нежели потом, когда он примет решение, он нас не будет мучить. А вот это, а если то, он все эти вопросы задаст до того, как принять решение. Единственное, что когда у нас будут появляться какие-то новые факты, какие-то новые цифры, мы либо он сам находит, либо мы ему даем, тогда он будет рад этой информации. Я когда-то показывала вот такую табличку, на которой она является как подсказкой, как быстро определить тип человека. Сейчас я покажу, потому что мне кажется, что она очень простая, а вот было такое, что... Так, почему она не уберется? Вот она. Смотрите, это таблица, на которой есть три колонки. Первая колонка, вот сверху вниз, это эмоциональность человека. Вторая колонка, это его жесты и жестикуляция. И третья колонка, это скорость принятия решения. Вот здесь написано, эмоциональность, жестикуляция, скорость принятия решения. И как вот эти факторы оцениваются по десятибальной шкале. От одного до десяти справа и лево. И слева у меня есть десятибальная шкала. И вот смотрите, допустим, берем мы желтый цвет. Это у нас звезда. Значит, эмоциональность у него достаточно высокая. С восьми до десяти мы ставим такую оценку. То есть, если человек очень эмоциональный, точно так же жестикуляция у него такая достаточно высокая, то мы уже видим, все, это звезда. Если он еще начинает немножечко направлять внимание на себя, все, это типичная звезда. А скорость принятия решения у него тоже достаточно быстрая. Она выше среднего, от шести до восьми, по десятибальной шкале мы оцениваем, потому что человек принимает это решение на эмоциях. Если ему чего-то не хватает, если ему чего-то не хватило, и он ушел искать дополнительную информацию, знайте, что он может перегореть. Он может перегореть, потому что у него эмоции потухнут. Он действительно принимает решение на эмоции. Дальше возьмем командира. Вот командир у нас. Давайте с первой колонки. эмоциональность у него немножечко ниже средней. Так как человек знает, чего он хочет, он не будет там брызгать эмоциями. Да, он знает, чего он хочет. Да, классно, здорово, хорошо, мне это подходит. Молодцы или не молодцы, поехали дальше. Жестикуляция у него такая, может быть, более такие направленные, указательные жесты у него будут. Если звезда восхищается чем-то, так ах, ох, да, то у командира это более такие направленные жесты. Вот нужно делать вот так, нужно делать так и так. Отсюда берем, сюда перекладываем, да, вот из этого делаем одно, из этого делаем второе. То есть у него тоже достаточно, он жест, у него, можно сказать так, выше среднего, да, оценка по жестикуляции. Вот, но скорость принятия решения у него достаточно быстрая, на высоком уровне, потому что если человек видит конечную цель, если его это устраивает, он решение принимает достаточно быстро, потому что он знает, как не идти. Следующий, берем этого, зеленый у нас, гуманист. Гуманист у нас эмоциональный человек, потому что его, ну, выше среднего у него эмоций, его все-таки, если мы совпадаем с его мышлением, то его восхищает, его восхищает то, что происходит, его это радует. Жестикуляция у него не такая большая, но она тоже присутствует, да, то есть человек больше эмоций и удовлетворенность выражает все-таки эмоции, ну да, эмоционально он свою удовлетворенность будет выражать, а не жестами, да, и скорость принятия решения у него не такая большая, он будет много составлять, хорошо ли это для людей, хорошо ли это для природы, допустим, даже если мы берем наш конкретный проект, да, вот, это у нас гуманист. И у нас, значит, аналитик, у нас человек такой, он без всевозможных эмоций, у него достаточно низкие эмоции, потому что он, вы ему предложили, он хорошо, я подумаю, хорошо, я покопаюсь, хорошо, я разберусь, он разберется, жестов у него тоже никаких нет, потому что ему это особо не нужно, чтобы выразить свои мысли и слова, и на принятие решения у него, ну, немножко, можно сказать, средняя такая оценка, когда у него совпадают все его какие-то параметры, которые он хотел бы, чтобы совпали для принятия его решения, да, он его понимает. То есть у него сначала идет полное сопоставление, изучение информации, и потом он понимает. Вот здесь вот как раз мы можем быстро по каким-то вот жестам, по каким-то разговорам, по эмоциям тоже, это просто подсказка, это не стопроцентно, но это тоже подсказка, чтобы понимать, к какой категории отнести человека и как выстраивать с ним общение, потому что мы же понимаем, что ставим цели, мы по-разному, мы это обговаривали, какие цели важны для командира, какие для звезды, да, там, если, как человек может реализовать себя в нашем проекте, мы тоже понимаем, что важно для звезды, что для гуманиста, что для командира, да, что для аналитика. Вот, поэтому это важно, это помогает нам в работе. Итак, мы переходим к нашей шестой задаче, это сопровождение. Что же такое сопровождение? Это наши дальнейшие шаги, которые мы делаем после того, когда у нас человек прослушал вебинар, когда у нас человек, мы с ним побеседовали, мы ему открываем его личный кабинет и начинаем дальше его знакомить вообще с нашим проектом уже углубленно, уже изнутри. И то, каким образом мы сделаем все вот эти вот шаги сопровождения, от того, как мы это сделаем, зависит вообще дальнейший успех не только наш, но и человека-партнера, которого мы пригласили в бизнес. Потому что вы же понимаете, что если мы не делаем правильное сопровождение, если мы с человеком не беседуем, если мы не даем ему дополнительную информацию, то он может остынуть, он может перегореть. Ведь бывает такое, что мы пошли на презентацию, мы с ним посидели, мы поговорили, ну как, будешь регистрироваться? Ну да, да, буду, мне понравилось, здорово, ну я тебе пришлю ссылку. Ну хорошо, прислал ссылку. Потом смотрим, день, два, три, что-то у нас он не появляется. Мы его спрашиваем, звоним, спрашиваем, а что ты до сих пор не зарегистрировался, я же тебе ссылку дал. А, это значит, что-то у меня не было в первый день времени, во второй день не было времени, а в третий день я встретила своего одноклассника, он мне предложил какой-то бизнес, я приняла, и все, и мы там уже с ним вот там трое суток изучаем, там или двое суток, да, то есть если мы хоть где-нибудь делаем какие-то промахи, мы просто теряем этих людей, не потому что они не хотят, не потому что им это не интересно, они, возможно, заинтересовались. Где-то им не хватило нашего внимания, где-то не хватило какой-то маленького винтика, вот для того, чтобы двигаться дальше, то есть либо мы просто упустили, да, мы не подсказали, он постеснялся спросить или не догадался спросить, или ему не пришло в голову вот еще вот это какая-то мелкая деталь, поэтому очень важно, чтобы мы делали правильное сопровождение, и это как раз все, вот все сопровождение такое, оно у нас сосредоточивается, сосредоточивается на нашем четвертом шаге, вот это и есть вовлечение в систему поддержки, вот, чтобы человек не чувствовал себя брошенным, мы выполняем все эти шаги, как я уже говорила, познакомился с предметом и все остальное, потому что если он почувствует только себя брошенным, он сразу остынет. Люди остывают, мы знаем, что если мы не дадим ему остынуть, то успех нам гарантирован, если мы человека сопровождаем, такова статистика, в первые 24 часа, вот, первый день после того, когда мы познакомили его с проектом, то процент нашего успеха достигает 70, то есть мы можем рассчитывать на то, что у нас, как бы, все получилось, да, если мы с человеком связываемся уже где-то 3-3-4 день, то успех нам, как бы, процент успеха снижается очень сильно, и у нас уже остается 23%, что человек все-таки будет с нами, вот, если это уже какой-то 5-10 день, то у нас остается только 7%, что он к нам подключится, именно потому, о чем я вот буквально только что сказала, что мы ему не помогли, не поддержали, не, ну не знаю, не подтолкнули, по-всякому мы можем говорить, хоть за руку некоторых мы водим, да, а потом из них получаются классные партнеры наши, вот, только мы где-то затормозили, и он может уйти в другое, потому что, если для него актуально какой-то начать бизнес, и пойти в какой-то проект, где он может дополнительно зарабатывать, он будет рассматривать и будет предложение, вы предложили, не поддержали, не сопроводили, кто-то другой предложил и дал там стопроцентную поддержку, и все, человек пошел, поэтому очень стараемся быть внимательными к людям, и когда мы будем человека знакомить с, когда мы будем знакомить его реально вот с нашим кабинетом на четвертом шаге, обращайте внимание на то, что у нас есть очень важные моменты, где у людей возникают проблемы, во-первых, мы его знакомим с кабинетом и со всеми его разделами, где у нас находятся новости, где он может брать дополнительную информацию, где у нас находится расписание вебинаров, чтобы человек мог буквально хороших спикеров услышать и взять для себя, подчеркнуть новую информацию постоянно, какую-то ту же самую поддержку, ту же самую поддержку, вот как сейчас мы это делаем на занятиях по дубликации. показываем, показываем, где находится маркетинг-план, вместе с ним изучаем, потому что если человек пришел в бизнес, ему очень важно, к чему ему стремиться, вот он, исходя из того, как он будет изучать маркетинг-план, какие у нас конкурсы, какие у нас в этих конкурсах есть награды, это все финансовая сторона, которая может, вернее, которая, конечно же, интересует прежде всего людей, которые принимают наше предложение как бизнес. И вот здесь мы как раз и показываем, как мы зарабатываем, на чем мы зарабатываем. И исходя из этого, человек может поставить свои цели. Например, когда мы говорим о целях, чтобы она была конкретной, чтобы она была ограничена во времени, не ограничена, а определена во времени, чтобы она была для нас значимой, одну из этих целей мы можем поставить такую, что, допустим, вот как если на сегодняшний день брать, у нас еще до конца года 6 месяцев, включая текущий, допустим, как цель, можно ставить новичку к Новому году достичь статуса эксперт. И тогда он будет понимать, изучая маркетинг-план, какие ему шаги, какие ему по цели, какие ему цели нужно поставить на каждый месяц до этого Нового года, для того, чтобы он продвинулся и пришел конкретно к своей цели. То есть он может, допустим, ставить первый месяц, мне нужно 10 прямых продаж, среди них я хотел бы выделить буквально в течение первого месяца трех лидеров, которые сделают меня мастером, ну и вот таким вот образом. Поэтому в обязательном порядке за маркетинг-план рассказываем. Реферальные ссылки. Показываем, где можно найти реферальные ссылки. У нас замечательные реферальные ссылки плюс лендинги. Это огромные, можно сказать, электронные рекламные брошюры, которые рассказывают о нашей технологии. То есть если человеку интересно больше технологии, там есть брошюра, которая направлена на технологию. Где-то кому-то интересен бизнес, там рассказывается о том, ну, больше делается акцент. Конечно, они все будут технологии о том, как принять участие в нашем проекте, как его финансировать. Но и каждая эта брошюра, каждая эта брошюра, она ваша личная, находясь в вашем кабинете, она ваша личная с вашей реферальной ссылкой. На какую бы, в какой бы части этой брошюры не кликнул партнер на кнопку узнать больше или зарегистрироваться, он в любом случае уже будет в вашей структуре. Поэтому найдите и покажите в обязательном порядке, покажите, где находятся реферальные ссылки, как делается верификация, потому что тоже не забывайте, что у нас есть новое правило, оно уже давно введено, но на сегодняшний день я буквально вчера получила письмо от партнера, который говорит, что у меня что-то произошло, у меня не идет начисление реферальных бонусов. Так вот, мы прекрасно знаем, что до тех пор, пока не пройдет верификация партнера, его спонсор не получит никаких бонусов. Да, они потом, когда пройдет верификация, они потом будут начислены, но если партнер не верифицирован, он кроме первого платежа даже по рассрочку, он даже следующие платежи не сможет сделать, то есть верификация это очень важно, поэтому об этом помним, учим и сами показываем, где что находится в кабинете. В обязательном порядке изучаем платежные системы, они у нас некоторые уходят, некоторые добавляются. Это тоже очень важно, потому что мы не все, не все, я смело скажу, не все владеем знаниями о том, как работают наши платежные системы. Прямо для того, чтобы понять, как они работают, возьмите, попробуйте завести минимальную сумму там через одну, другую, третью, четвертую платежные системы, посмотрите, какая быстрее проходит, какая более комфортная, где меньший процент. Знакомьтесь сами и знакомьтесь своих людей. Дальше делаем ссылки на официальные каналы, всю информацию берем с наших специальных ютуб-каналов. У нас есть канал Юницкого, у нас есть канал, где проходят все вебинары, у нас есть канал конкретно нашего комьюнити, нашего инвестиционного фонда. Я даже специально сюда не ставила полностью адрес канала, потому что он такой большой, его все равно не записать, но если даже вы введете вот такими буквами Анатолий Юницкий, вас сразу выбросят в ютубе на его канал, где там вот этот блог у него идет, да, сейчас он идет этот блог, потому что не вылетает в Арабские Эмираты и дает абсолютно всю свежую информацию с первых уст. Это тоже очень важно, потому что мы всегда всем своим говорила, партнерам, своим коллегам, говорила и говорю, что то, что сказал Анатолий Эдуардович, вот то, что вы прям услышали из его уст, это стоп-процентная правда, нигде нет ничего додуманного, нигде ничего нет такого, сказано, завуалировано для того, чтобы вы сами догадались, там не нужно догадываться, он говорит четко и конкретно, что есть сейчас на самом деле. И естественно сайт Юницкого, сейчас он называется Юницкий инженер, раньше он назывался просто Юницкий.com Вот, спасибо, Артем скидывает ссылки на каналы, да, вот вся информация, которая здесь на этих каналах, вот именно ею пользуйтесь и учите своих новых людей, своих партнеров пользоваться этой информацией, да, не собирать всякий мусор по Ютубу, извините, что я так говорю, но так на самом деле есть, а брать официальную информацию. Дальше последующие наши действия, вот если мы их прям выполняем четко, конкретно, правильно, это тоже ведет к успеху и нас, и нашего партнера. То есть мы держим линии связи открытые, мы всегда должны, ну что значит, мы должны быть доступны для своих новых людей, чтобы, когда у них только возникают какие-то вопросы, и они сами не могут найти ответы, то мы всегда на связи, мы всегда можем им помочь и что-то объяснить, рассказать. Даже если вам задают вопрос, на который вы не знаете ответа, давайте так, ничего не фантазируем, ничего не додумываем, ничего не придумываем, мы можем абсолютно смело и открыто сказать, ну, вы знаешь, меня этот вопрос еще не интересовало, я как-то даже не, ну не копалась, не искала, потому что, вот как я, например, говорю, в таких случаях, ну естественно, когда они, когда они в тему, что познакомившись Юницким, я настолько доверилась этому человеку, я настолько поняла и приняла для себя решение, что я иду с ним до конца, до финиша, что я верю каждому его слову, и то, что он говорит, для меня абсолютно достаточно, чтобы быть в проекте, чтобы продолжать какое-то финансирование этого проекта, чтобы приглашать людей в этот бизнес, для меня достаточно, я верю этому человеку, вот, я с ним, я приняла решение, вот, но если тебе интересно, что конкретно вопрос, на этот вопрос, на конкретный ответ на этот вопрос, я обязательно найду и пришлю тебе, да, и мы шлем, мы находим, и мы обязательно отправляем, отправляем это либо через мессенджеры, либо через e-mail, но мы в обязательном порядке ему отвечаем на вопрос, если он к нам обратился, если он не обращается, чтобы его немножечко подогревать, мы можем ему иногда просто скидывать какую-то дополнительную информацию, обязательно нужно думать о повторной сделке, если человек уже взял какой-то пакет, что-то там, начал как-то инвестирование, в обязательном порядке мы ему говорим, а теперь подумаем вот над таким пакетом, то есть знакомым его с пакетами, какие у нас есть возможности, какие у нас есть предложения, ведь у нас же, мы же знаем, что у нас есть и для наших детей, и внуков какие-то предложения, если человек взял, допустим, на свое и на какой-то пакет, мы ему говорим, что он может сделать замечательный подарок к совершеннолетию своему ребенку или своему внуку, либо когда у нас какие-то акции, еще что-то, вы знаете, ну я думаю, вы сталкивались с тем, что люди не всегда читают новости, люди не всегда заходят в этот кабинет, многие, кто берет просто какой-то на выплату, на 10 месяцев какую-то программу, они заходят реально в кабинет только тогда, когда приходит срок оплаты, и то, и там, и самоиска приходит, вам положено платить, да, уже скоро через неделю, вот тогда они заходят, и вдруг они видят, что там какие-то есть предложения, еще что-то, либо в разговоре говоришь, ой, да там же такое предложение, да мы сейчас вот бомбим, да у нас так все хорошо подключились, он говорит, а что ты мне не сказал? Думаю, да как же ж не сказал, у тебя же есть кабинет, открывай, смотри, ну нет, это нам бы так хотелось, чтобы они открывали и смотрели, мы понимаем, что они этого не делают, поэтому просто помогаем, напоминаем, показываем, подсказываем, это от этого будет хорошо, не только нам, но и им, только обе стороны выигрывают, вот, мы естественно рассказываем, показываем, как работать со списком контактов, потому что у каждого человека есть определенный круг друзей, если он доволен нашим проектом, доволен своим ресурсом, решением, тем, что он с нами, то естественно он точно так же может своей радостью делиться со своими друзьями, тогда мы предлагаем ему либо пригласить на нашу общую встречу и помочь поговорить, либо просто говорим, позвони, пригласи, позвони, расскажи, да, то есть мы ему напоминаем о том, что этот проект можно двигать дальше, вот, потому что это здорово, когда, допустим, в моей ситуации было так, что пришла женщина, я была обалденно, довольна тем, что она теперь имеет, этот самый, имеет пакеты, у нее теперь будет в будущем классная дивиденда, она сможет жить, и будет добавка к пенсии, пока ночная пенсия не вышла, я говорю, да подожди ты, давай поработаем, давай сделаем себе структуру, давай ты попробуешь сейчас заработать, вот, я не знаю, как ты над этим не думала, мне это не очень важно, я говорю, да подожди, ну что такое, как не важно, давай попробуем, и мы вот буквально рассказываем нашим общим знакомым, но это больше ее знакомые, ее начинают подключаться люди, и когда происходит первая выплата, она говорит, боже, как здорово, это что, я заработала вот эти деньги, ну да, ты, ну конечно, это твои деньги, как хорошо, я еще хочу кого-то, я еще хочу кого-то, то есть человек начинает осознавать, может быть, в полной мере на все сто, только тогда, когда ему уже первые платежи заходят на бонусный счет, поэтому думаем об этом тоже, никогда не упускаем это, рассказать человеку, что у нас не только долгосрочная перспектива, когда можно заработать, да, на сегодня и сейчас, это тоже здорово, это классно, и нужно этим пользоваться, вот, поэтому хочется сказать, что когда работаем с человеком, не идите у него, даже не так, нельзя сказать на поводу, но если он говорит, ну хорошо, я посмотрю, я познакомлюсь, я почитаю, я потом тебе перезвоню, они обычно не перезванивают, да, сами перезвоните, сами спросите, давай, может, я тебе еще что-нибудь пришлю, а вот пришли очень хорошие новости, да, подогревайте его для того, чтобы он принял решение, потому что сами они не перезванивают, это я имею в виду, когда мы все-таки прошли первые три шага, и вот когда мы переходим вот в этот четвертый шаг в систему поддержки, вот, и здесь то же самое, если они не перезванивают, опять возвращаемся к тому, что может случиться ситуация, что его кто-то перехватит, тот, который более такой, шуткинки, можно так сказать, да, вот, и запомним, что нет плохой презентации, есть плохое сопровождение, потому что человек, которому интересен этот проект, который понимает, быстро схватывает, схватывает эти фишки все, он буквально за 15 минут уже понимает, надо ему это или не надо, заинтересовало его или не заинтересовало, и он может даже, не дослушав вашу презентацию до конца, начинать задавать вопросы, может быть, в этом случае, если вы видите, что у человека вопросы, которые его интересуют, в этом случае, может быть, стоит даже и отвечать на его вопросы, может, перед вами конкретный командир, и ему не нужно больше ничего, он уже все понял, он все понял, его теперь интересует там еще одно, второе, третье, и все, вот, поэтому очень хорошо, ну, как бы, разговаривая с человеком, да, с человеком, смотрим, что ему конкретно нужно, и какое сопровождение нужно включить сейчас, да, потому что может быть очень много из того, о чем на сейчас, вот тех вот мелочей, которые я уже проговорила, они совершенно будут не нужны, потому что человек уже понял, да, но если мы его не поддерживаем, он может потухнуть, я специально подобрала такую картиночку, где нарисован цветок и лейка, представьте себе, что цветок это наш партнер, которого мы пригласили, а лейка это наше сопровождение, так вот, если мы будем его поливать, этот цветок, он будет расти и цвести, если мы поставим полную лейку с водой, рядом с этим башком, в принципе, мы как бы дали лейку этому цвету, да, но грушцена этой лейки, и что произойдет с этим цветком, если не будет полива, если не будет подогрева, если не будет поддержки, Поэтому желаю вам всем научиться правильно сопровождать своего клиента, его прям поливать, его ходить, лилить и растить из него хорошего для себя партнера, который станет уже действительно не просто инвестором, а вашим партнером в бизнесе. Очень важно сохранять теплые контакты. Не нужно нам загружать человека только информацией о проекте. Мы можем с ним общаться и на другие отвлеченные темы. То есть мы отзывчиво делимся информацией, которая нужна клиенту. Мы же с ним разговариваем, когда начинаем беседу. Мы уже в предыдущих встречах говорили, что когда мы начинаем рассказывать о бизнесе, мы все равно сначала человека слушаем. Мы хотим выяснить его мотивацию, что может его заинтересовать конкретно и что может его потолкнуть в нашем проекте. Какие у него могут быть цели, не связанные с нашим проектом. Мы слушаем человека, мы получаем о нем информацию. И потом, когда нам попадается какая-то информация, которая ему очень важна и цена, мы можем ему это подкидывать, которая не только связана с нашим проектом. То есть мы проявляем искренний интерес к своему клиенту и таким образом не перегружаем его, но поддерживаем теплые связи. И вырабатываем какую-то свою стратегию и тактику, потому что если мы научимся, найдем какие-то фишки, которые хорошо работают, мы будем их только совершенствовать. И это будет нас отличать от кого-то другого. И может быть именно эти наши фишки, наша стратегия нашей работы и будет привлекать людей, которые будут присоединяться к нам. Так, дальше следующее. Это аргументация. Аргументация работы с возражениями. Это то, с чем мы сталкиваемся абсолютно все, потому что когда мы начинаем о чем-то новом человеку говорить, ему свойственно сначала защищаться, закрываться и какие-то нам говорить возражения. Поэтому, чтобы их свести на нет, естественно, мы профессионально подходим к этому. Вот именно тут мы в первой беседе создаем взаимоотношения, такую атмосферу взаимопонимания. Мы рассказываем человеку о себе, как мы входили в проект. То есть он свое что-то говорит, мы рассказываем свое, как мы входили, зачем наша история, почему мы приняли это предложение. Мы анализируем, понимает ли он, о чем мы говорим, задаем ему какие-то открытые вопросы. Разъясняем, уточняем, что ему непонятно, на какие вопросы он бы хотел получить ответ. Мы не ждем, что он нам сразу говорит нет, мы просто беседуем. Пока мы беседуем, мы даем ему информацию, такую, чтобы у него этих возражений было как можно меньше. Например, когда мы ездили, уже первый раз прокатились в экотехнопарке на наших юнибусах, вдруг в интернете появилась информация о том, что эту технологию, посмотреть ее негде. То есть она существует только в интернете и только в каких-то там компьютерной графика. А то, что они говорят, что у них там в Беларуси есть какой-то полигон, то на этом полигоне такие, там так интересно было написано, трассы, на которых висят сделанные из фанеры какие-то вагончики. А работают они, еще там было сказано, работают они на дровах, ха-ха-ха, да, вот что-то вроде этого. А оказалось, что и фотография дров, да, вот привезла машина дров, и, наверное, эти вагончики работают на дровах. Вот, а на самом деле у нас как раз закончилось строительство этого гостевого дома, в котором сделан прекрасный камин, а машина привезла дрова, которым будет топиться камин. И вот когда человек говорит, что они сделаны из картона или фанеры, да, или что их негде посмотреть, а мы уже конкретно знаем, что мы там катались, и мы рассказываем человеку, который, допустим, прочитал это, а мы ему рассказываем, что я был, вот смотри фотографии, вот я прокатился, вот я снял его снизу, вот я снял вид изнутри, вот я снял сверху, как вот я еду, да. То есть когда мы это рассказываем, то человек вам уже никогда в жизни не приведет даже, к примеру, эту статью, которую он прочитал, и что там была такая вот ерунда написана, да. Поэтому все зависит от того, каким образом мы делаем эту презентацию, и что мы рассказываем о проекте. Чем больше мы расскажем с какими-то доказательствами, естественно, с примерами, мы сведем на нет вот эти возражения. И возражения, они могут возникнуть даже, как только вы начинаете что-то говорить, человек напрягается и думает, оба, а для меня что-то хотят. Не-не-не-не, нет, у меня нет денег, у меня нет времени вообще этим заниматься. Вы ему говорите, подожди, ты дослушай, что я тебе скажу, я знаю, что у тебя нет времени, я знаю, что у тебя нет денег, я вообще у тебя не прошу деньги, а ты увидишь, что здесь можно заработать. Да, иногда вообще мы на них не обращаем внимания, не берем во внимание, а просто заканчиваем свой разговор. Потому что, чтобы человек понял, что мы от него ничего не хотим, это мы ему предлагаем. Вот мне особенно нравятся возражения, у меня нет денег, и всегда могу сказать, что, дорогой, я пришла тебе предложить денег заработать, а не взять у тебя деньги, потому что мы единственный проект, где можно получить бонусы, не вкладывая, знаете, как в каких-то есть компаниях, ежемесячные взносы, даже не взнос это называется, а то есть каждый месяц ты должен закупить товар на определенную минимальную сумму. Эта минимальная сумма ежемесячная может быть 200 долларов или 200 евро. У нас нет такого, то есть он может взять минимальный пакет, а может вообще не взять еще ни одного пакета, выстроить уже структуру, которая начнет работать. Вот, у нас есть такая возможность, да, или он берет минимальный пакет и зарабатывает приличное количество денег, ему не нужно самому огромную сумму уже месячно, пока он ее не заработал, пока он не заинтересовался, пока он сам не захотел, да, ему не нужно будет ее вкладывать. Потому что, на самом деле, есть такие три причины возражения. Это первое, сомнение в целесообразности покупки, когда человек еще не может понять вообще, надо ли ему это, то есть идти в проект, не идти, вообще слушать дальше, принимать ли это предложение, окопаться ли, искать ли информацию, то есть он пока не понимает, надо ли ему это. Второе, это потребность в сборе дополнительной информации. Мы тогда задаем человеку открытые вопросы и выясняем, какой информации ему не хватает, и даем ему, пока вот он не получит до конца, пока у него картинка не сложится, вот то, как он ее видит, да, он будет немножко возражать и задавать вопросы. Вот, и третье, это все-таки может быть вежливый отказ, когда человеку действительно это не нужно. Так вот, если мы прочувствуем этот вежливый отказ и оставим человека в покое, да, то будет здорово, что мы не потратим на него ни время, ни энергию. Потому что, может быть, мы не вовремя обратились, может быть, у него что-то произошло в жизни, ему вообще не до этого. Может быть, он вообще никогда не занимался инвестированием, для него это совершенно новое и страшное вообще область, он вообще туда не хочет вставаться. Вот, поэтому, как мы говорили в нашем телефонном этикете, мы благодарим за разговор человека и оставляем его в покое. Единственное, выясняем, может быть, когда-нибудь, когда он на что-нибудь там еще продвинется, ты не будешь против, если я тебе когда-нибудь позвоню, там, через три месяца, через полгода, да, если человек там напрочь отказывается. То есть мы оставляем, опять-таки, вот этот вот открытый контакт, да, оставляем, сохраняем с этим человеком, можно сказать, теплый контакт и оставляем открытую линию, да. Вот, и в этом вот как раз для того, чтобы дать человеку вот первый пункт, да, когда ему не хватает аргументации, что нам поможет? Нам придет на помощь техника Алана Пиза, методика, можно сказать, Алана Пиза, о которой я говорила в первых двух частях, я подробно о ней рассказывала. Когда мы выясняем, какой у человека основной побуждающий фактор и помогаем ему, даем ему аргументы для того, чтобы у него исполнилось то желание, то стремление, та цель, которую вообще он хочет по своей жизни своей достигнуть и каким образом наш проект вообще может ему в этом помочь. И для этого мы уже создали, тут, может, какая-то инициативная группа поработала и создали такой новый инструмент, как визитка. То есть у нас у всех сейчас может быть новая визитка, в которой будет с одной стороны вся наша информация, а на второй стороне части как раз будут пункты основного побуждающего фактора. То есть что важно для человека, что может его все-таки, желание чего достичь, чего он хочет достичь, вот желание достичь вот этого, что здесь перечислено, может его побудить все-таки войти в наш проект. Я давайте вам зачитаю, потому что очень мелко. То есть, возможно, для человека важен дополнительный доход, собственный бизнес, финансовая независимость. То есть мы понимаем, что мы ему даем и то, и то, и то. То есть наш проект может дать свободное время, личностный рост, новые знакомства, помощь другим, будущие планеты. Это выбрано немножечко с направленностью конкретно на наш проект. И когда человек выбирает, чего он хочет, дополнительный доход, да, вот и мы тогда ищем аргументы, аргументы, возвращаясь к предыдущему слайду, чтобы он принял решение, то есть он не знает, надо ему это или нет, но когда мы ему даем аргументы, что наш проект поможет тебе достичь твоей, получить дополнительный доход или достичь финансовой независимости, которую ты только что выбрал, вот здесь вот на визитке ты это выбрал, да, и когда мы ему все это показываем, тогда эти тоже, мы гасим эти возражения. То есть мы их минимизируем, можно сказать, но мы их ликвидируем. Наша цель-то вообще ликвидировать эти все возражения, чтобы человек чисто со спокойной душой сказал, да, я сделал правильное решение, я иду с вами, я принимаю решение быть с вами. Как мы реагируем на эти возражения? Для нас важно осознать, что да, возражения существуют. Да, человек имеет право возражать, да. Мы выясняем, какова причина, то, что мы уже с вами сейчас проговорили, да, мы выясняем причину и даем ему дополнительные какие-то аргументы. Мы ее принимаем, мы принимаем, потому что мы не говорим, да, ну что, да, это какая-то ерунда, но нет, конечно, мы принимаем, да, у тебя есть трудности, да, тебе не хватает денег, у меня тоже когда-то не хватало денег, да, но когда я принял решение, у меня вот так и так и так, а вот поначалу мне было сложно, или там я не знал вот того-того, как и ты сейчас говоришь, да, или там я в этом сомневался, это, конечно, ты будешь сомневаться, ты же не знаешь еще столько информации, сколько уже знаю я, вот когда я разобрался с тем-то, тем-то, у меня, конечно, все эти сомнения рассеялись, и я приняла решение, да, и нейтрализовать, ну что такое нейтрализовать, это то, как раз, о чем мы сейчас и говорим на протяжении всех минут, то есть дать дополнительные аргументы, дать дополнительную информацию человеку для того, чтобы он принял решение. Вот, из каких базовых групп, можно сказать, идет наша аргументация? Первое – это характеристики, мы конкретно говорим, безопасность, экологичность, характеристики нашего транспорта, да, выгоды разные-разные-разные, тут я просто как привела здоровье, скорость, экономичность, но там выгод может быть очень много, то есть просто это базовые группы, мы просто смотрим, из какой группы нужны аргументы этому человеку, да, с которым мы сейчас беседуем, да, или доказательства, вот ему нужны какие-то доказательства одного, другого, третьего, мы тогда ссылаемся на то, что у нас есть два Котехнопарка, ну вот, Котехнопарк и, можно сказать так, инновационный центр в Арабских Эмиратах, да, и все-все-все, все, что там происходит, мы ему показываем как доказательство, это может быть, да, и фотографии, ролики, все остальное, то есть есть какие-то три направленные группы, например, вот опять-таки, возвращаясь к нашим психотипам, говорить о выгодах, да, что мы, какие мы везде выгоды скажем, что это скорость, это высота, это, не знаю, это шик, это супер высший пилотаж, это лакшери-класс, вообще передвижение, да, вот, гуманисту мы говорим о том, что это делаем акцент на здоровье, ну, в смысле, это образ на здоровье, то есть это и то, что экология и для людей, и для планеты сохраняется, да, и то, что безопасность, но для гуманиста мы на это делаем акцент, для дипломата мы экономичны, снижение рисков, то есть тоже, ну, дипломату, конечно, подойдет и то, что это при меньших затратах денежных и меньших затратах временных у нас происходит передвижение, да, то есть мы ему всегда показываем какие-то выгоды и такие мелкие-мелкие-мелкие детали, да, ну, командиру мы, конечно, говорим обо всем, да, то есть это и здоровье, это скорость, это экономичность, это как постановка цели, у нас есть это, 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 поэтому принимаем решение. Вот, но мне больше всего нравится, когда мы работаем с возражениями, техниками Бенджамина Франклина, она моя, честно скажу, любимая, потому что она очень легкая, она очень простая, и те люди, которые в проекте уже давно, которые пережили очень много моментов исторических, которые побывали в Экотехнопарке, на всех кофестах, которые побывали на конференциях, которые вел Анатолий Эдуардович, да, им очень-очень легко с этой техникой работать, это когда мы берем белый лист бумаги и на одной стороне делим его на две колонки, в одну колонку мы пишем все плюсы нашей технологии, ну, все-все-все-все, что мы, все позитивное, все плюсы, да, все преимущества, которые существуют здесь, а на второй стороне мы просим клиента, чтобы он написал недостатки. Ну, недостатки будут только те, которые он либо где-то в интернете найдет, ну, сами понимаете, что наша колонка всегда будет перевешивать, да, плюсы всегда перевесят эти минусы, потому что мы сами прекрасно понимаем, что их намного больше. Нам главное самим справиться со своими внутренними возражениями. Если мы справляемся со своими сомнениями, со своими внутренними возражениями и находим для себя аргументацию абсолютно каждого пункта, в чем мы вдруг начинаем сомневаться, или кто-то нам говорит, и вдруг мы думаем, а, точно, а вдруг что-то там, и пошел негатив. Да, если мы так не делаем, а для себя находим аргументацию на каждое возражение, мы сможем найти аргументацию на каждое возражение нашего оппонента. Вот, поэтому, прежде всего, попробуйте для себя сделать эту технику, разделить листы, записать две колонки. Прямо сами мы знаем, какие плюсы, какие минусы. Сами попробуйте сделать, и вы уже увидите, что это будет в первую очередь проработка своих собственных сомнений, своих собственных возражений, потому что только тогда мы можем быть убедительными, только тогда нам человек будет верить, когда у нас нет своих собственных внутренних никаких сомнений. Дальше хочу поговорить о конверсии. Я смотрю, что времени уже у нас в Евееве как мало. Хочу поговорить о конверсии и для чего она нужна. Попробую очень быстро. Конверсия измеряется в процентах. Это соотношение выполненных каких-то действий к конечному результату. Здесь нарисована воронка и приведен пример посещения сайта, который продает какую-то продукцию. Давайте мы сразу же переключимся. Допустим, нам нужно сделать 100 звонков. Мы написали список. У нас есть 100 клиентов. Нам нужно за какие-то там, ну, 2 недели. Нет, давайте за месяц. Нам нужно сделать за месяц. Хотя, может быть, это я слишком большое слово беру. Две недели. Нам нужно сделать 100 звонков. Мы делаем эти звонки. И у нас начинается отсев. У нас сегодня кто-то взял трубку, кто-то не взял. То есть те, кто взяли трубку, это тот процент, который у нас потенциальные наши клиенты, которые взяли трубку и выслушали. Мы назначаем встречу. Мы назначаем встречу. У нас кто-то отказывается, кто-то соглашается на встречу. То есть у нас уже процент конверсии уменьшается. Дальше приходит или не приходит, потому что могут на встречу согласиться, но не прийти. У людей какие-то появятся причины не прийти. Там форс-мажоры всякие. То есть у нас, конечно, наша цифра будет иметь значение, которые пришли на встречу. То есть мы уже смотрим соотношение, сколько людей у нас подняли трубку, кому мы позвонили из 100 человек, и сколько пришли на встречу. Дальше мы рассказываем о технологии, и сколько мы людей доводим до конечного результата, до проплаты, до инвестиций. Допустим, у нас было 100 клиентов на листочке, а 10 человек только мы довели до инвестиций. Вот это и называется конверсия 10%. И наша задача сделать так, чтобы процент этот увеличивался. Мы можем существовать такое понятие, как фазовое вовлечение. То есть мы от поиска потенциального инвестора до инвестиций. Я разделила это на 6 фаз, их можно разделить на больше, как вам удобно, смотря какие вы шаги делаете. И дальше мы смотрим, сколько у нас человек, у нас, допустим, на сегодняшний день есть несколько человек, ну несколько, это какая-то группа людей, допустим, 20 человек, которые знают о том, чем мы занимаемся, которые знают, которые мы делали, может быть, какое-то предложение, к которым мы отправляли какой-то ролик, но они у нас остались где-то в подвешенном состоянии, то есть до инвестиций мы их не довели. И вот нам сейчас главное, очень важно понять, сколько времени у нас тратится от того, как мы находим первого клиента и до того, как мы доведем его до инвестиций. И проходя все эти фазы, то есть первое общение, это будет встреча или звонок, презентация проекта, первичное предложение инвестирования, повторное предложение инвестирования, может быть, первый раз человек там отложил, сказал, нет, пока не могу, мне нужно больше ознакомиться. То есть вот эти фазы вы можете для себя даже сами разбить и посмотреть. Из этих 20 человек, которые знают, чем вы занимаетесь, на какой фазе кто сейчас остановился. Может быть, есть несколько человек, с которыми уже была встреча, а есть некоторые люди, которые уже действительно, кроме звонка и ролика, уже получили полную презентацию проекта, но они ничего, не делают, у них все это затормозилось. Вы можете даже выписать этих людей и посмотреть, на какой фазе, какой из них застрял, почему не прошло дальше, докуда вы довели человека и где у вас произошла остановка. И может быть, так получится, что у вас практически все где-то в одной точке застопорились, тогда вы видите свои слабые места, где вы недоработали, чтобы провести человека дальше до инвестиций, довести. И вот тогда мы находим конкретно свои недочеты, свои недоработки и их прорабатываем, прокачиваем, ищем какую-то дополнительную информацию. Либо конкретно с человеком работаем, либо с собой. Мы смотрим, где нам нужно поработать с этим человеком, где нам нужно поработать с собой. Это тоже очень помогает нам продвигаться вперед и увеличивать конверсию. Есть еще, надо знать, что средний цикл вовлечения, сколько у вас вы, как вы работаете, сколько у вас уходит времени от того, как вы человека, допустим, встретили, поговорили, сделали ему приглашение, сделали ему какое-то предложение, и сколько времени уходит до того, как он сделает инвестицию. Когда это от 7 до 10 дней, вот прям берем абсолютного новичка, от 7 до 10 дней это хорошо, это нормально. То есть 7 дней это очень хорошие показатели, что вы за 7 дней после человека вводите в проект. Если еще быстрее, вообще здорово, это супер. И вот сколько потенциальных у вас инвесторов и на какой фазе они застряли. Это как раз то, о чем я говорила. И вот мы с ними работаем, либо с ними, давая им то, чего им не хватило, передвинуться дальше, перейти плавно в следующую фазу, скажем так, либо мы работаем с собой, если мы видим, что это наш недочет, что где-то в каком-то месте все люди остановились, значит, что-то мы не так делаем. Есть такое еще понятие дорожка успеха. Это вот как раз, когда мы находим человека, сообщаем ему о проекте, потом делаем встречи, презентации, все остальное, даем ему информацию и доводим его до инвестиций. И важно знать, сколько таких дорожек успеха у нас опущено. Если мы начинаем прям с нуля работать, да, и мы понимаем, так, я сегодня по списку вот беру этого, 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 да, то не берите больше 5-6 человек. 6 человек максимум, которых вы можете одновременно вести. То есть записать их в список и написать, так, этому я сделал презентацию, нужно еще там такую-такую-такую информацию. Так, хорошо, отправил информацию, жду. Так, второй человек, вторая дорожка, да, такой-то человек. Так, у нас здесь только я сообщил, нужно назначить встречу. Все, назначаю встречу. И так вы в поле зрения 6 человек максимум сможете выдержать, если вы уже достаточно профессиональные, хорошо подкованные, да. Если у вас больше этих дорожек уже запущено, берите постепенно, да, давайте так. Раз они у нас запущены, раз у нас на каких-то фазах люди застряли, сейчас я беру двоих или троих, начну пока работать с ними, остальных не трогаю. Потому что если мы возьмем сразу всех и опять начнем этот активный какой-то процесс, может получиться так, что у нас не хватит сил, вне времени и внимания на всех этих людей, и мы опять где-то что-то испортим, да. Вот, максимально 6, ну не минимально, минимально и одна, может быть. Три очень комфортно, когда мы доводим до инвестиций, берем следующий. То есть посмотрите, что у вас делается с вашими знакомыми, и тогда делайте дальше следующие шаги. От чего еще зависит конверсия, от чего, что может повлиять на процент, а нам надо его повышать, это первый контакт. Как у нас происходит первый контакт, естественно, при встрече, при встрече, да. Сейчас я хочу поговорить о встречах. Ну, в принципе, и при звонке мы можем некоторые, некоторые вот создать первое впечатление о себе, если мы звоним, то что мы делаем? Первое, мы представляемся, мы обязательно представляемся, кто я, что я, да. Я такой-то, такой-то, занимаюсь тем-то, тем-то, да. Вот, допустим, есть, как пример, занимаюсь стартапами, которые приносят долгосрочную прибыль, либо поддерживаю национную транспортную технологию. Вот. Хорошо, если вы человека называете по имени. Я говорю с Романом, да, то есть у вас уже сразу теплый контакт образуется, вы знаете имя, это тоже из психологии, что человеку приятно, когда называется его имя. Вот. И тогда вы спрашиваете, можем ли мы поговорить. Важно соблюдать корпоративный стиль. То есть встречают по одежке, мы знаем такую поговорку, и если мы предлагаем человеку бизнес, то, конечно же, нам нужно выглядеть соответственно. Да, если мы предлагаем бизнес, значит, мы должны выглядеть как бизнесмен. Конечно, если мы где-то на пляже вдруг встречаем своего знакомого, мы можем с ним поговорить, это такая обстановка. Но если мы навстречу идем, конечно же, корпоративный стиль, это атрибутика вся, которую мы с собой берем. Это печатные материалы, компьютерная какая-то презентация у нас обязательно должна быть, да, видео с официальных каналов, но это должна быть нормальная одежда, внешний вид. Причем, если мы с человеком встречаемся, очень важно, одну вещь я услышала на каком-то тренинге и поняла, что, да, действительно, эта мелочь, но она очень важна. Если вы идете на встречу с человеком, то освободите свою правую руку заранее, чтобы при встрече не надо было перекладывать то, что у вас в правой руке, в левую, да, чтобы поздороваться за руку с человеком. И также ее заранее нужно освобождать для того, чтобы, если особенно сейчас летом, у нас рука может быть мокрая, она может вспотеть от того, что мы несем сумку, да, или ноутбук в этой руке. Вот, мы ее освобождаем заранее, чтобы, во-первых, она была свободна, во-вторых, чтобы она была спокойна, потому что неприятно пожимать влажную руку. Вот, это, конечно, мелочи, но этим мелочам следует придавать значение, потому что они очень важны. Естественно, мы употребляем атрибутику, но визитки – это в обязательном порядке, может быть, какой-то значок у нас там на пиджаке, неважно, даже женщина висит в пиджаке, она тоже может быть с каким-то значком, но, допустим, как у нас есть, маленькие такие значки, они аккуратненькие, да, на котором стоит логотип нашей компании. Что нужно подготовить для того, чтобы, ну, к беседе, как мы готовимся к беседе? Мы прорабатываем материал, мы владеем информацией, мы в обязательном порядке посмотрим последний выпуск новостей, чтобы прям вот последние новости можно было рассказать. Мы заглядываем в книжку «100 вопросов, 100 ответов», время от времени все-таки заглядываем и ищем там какую-то информацию, она действительно очень интересна. Конечно же, каталог какой-то о проекте у нас в руках должен быть, несмотря на то, что, может быть, мы будем на компьютере, а если у нас нет с собой компьютера или какого-нибудь, не знаю, телефона, планшета, да, то в обязательном порядке каталог. Ну, естественно, буклеты, которые можно оставить человеку, чтобы они напоминали о беседе, на котором будут наши контакты. Очень хорошо иметь с собой распечатанный список инвестиционных пакетов. У нас нет нигде сейчас такого материала нету, но если вы возьмете из кабинета и распечатаете, это будет здорово, потому что это закрытая информация. Пока человек не зарегистрирован, пока у него нет личного кабинета, он не видит эту информацию, но когда вы ему оставите, он будет видеть возможность. Вы его пригласили, он тут же видит, какие возможности, какие выгоды у него есть. То есть это здорово, иметь такой листочек, рекомендую прям вот, может быть, даже создать какой-то свой слайд из этих пакетов, то есть или прямо из кабинета распечатать. Ну, конечно же, хорошо, когда есть у нас какой-то электронный носитель, компьютер, планшет, телефон. Только хочу вам сказать обязательно, чтобы планшеты, телефон особенно, постарайтесь, чтобы не было такой ситуации, когда у вас треснутый экран, когда там он неистиктабельно выглядит. Вот, потому что у меня у самой такая была ситуация, у меня наклеено стекло сверху, и оно было треснутое, и я думала, боже мой, пока мне переклеили стекло, только бы у меня не случилась такая ситуация, когда мне нужно будет вдруг при какой-то там случайной встрече со своим знакомым вдруг показать, чем я занимаюсь, включить телефон, открыть ролик какой-то, да, и думаю, боже мой, как это я буду бизнес предлагать, я буду говорить, в каком я классном бизнесе, а у меня такой разбитый весь в паутинке, красивые паутинки, экран телефона, да, это немножечко не, как-то не респектабельно, немножко не соответствует тому, что мы предлагаем человеку бизнес, да, поэтому следите за своими носителями и вовремя устраняйте проблемы. Вот, ну и в то же время, когда мы первый контакт, когда у нас первый контакт, мы обязательно, в обязательном порядке думаем, кто перед нами, всегда учитываем, командир, звезда, гуманист или дипломат, и как нам себя вести, да, то есть даже при первом контакте очень важно человека прощупать, понять и сделать какое-то специальное направление, да, то есть если мы с командиром, мы говорим четко, коротко, конкретно, если это звезда, то улыбаемся, показываем искренность, открытость, заинтересованность, вот, гуманисту проявляем интерес, поддержку, показываем свою компетентность, искренность, вот, и дипломату искренний интерес, экспертность и побольше деталей, как можно больше маленьких деталей, да, но разговаривая с человеком, мы все это выясняем и даем ему, вот, чего не надо делать при первом контакте, мы не манипулируем командиром, не показываем свою некомпетентность, это, конечно, человека сразу, если мы нечестны с ним, то это оттолкнет, мы его потеряем, да, вот, на звезду, звезду нельзя критиковать, звезду нельзя обижать, мы можем очень обидеть, и человека мы тоже потеряем, он не захочет больше с нами общаться, хотя даже если ему понравится проект, он будет искать другие пути, туда зайти, но на вас он будет обижен, вот, и все, и скажет, не хочу с ним общаться, а еще если мы неопрятны, если мы еще не сделали ему комплименты, не заметили чего-то у него, вот, то, чем он гордится, допустим, вот, прямо он всем своим видом пытается это, нам это показывает, а мы прямо демонстративно этого не замечаем, все, мы звезду обидели, да, вот, гуманисту нужно говорить более четко, открыто, если мы будем быстро говорить, если мы не будем его слушать, вот, если мы будем навязывать какое-то мнение, тоже мы потеряем, вот, дипломату нельзя преувеличивать выгоду, вступать в какой-то спор, там, говорить, что ты там так долго думаешь, да вот, что там, и так все понятно, да нет, дипломату не так все понятно, ему нужны детали, ему нужно прокопаться, поэтому очень, ну, продумываем, как мы общаемся с человеком даже при первом контакте, если мы уже о человеке немножечко хотя бы что-то знаем, нам тем более легче выследить исследу, для тех, кто здесь, может быть, новые люди, кто не знает, да, в открытом доступе есть файлы, где приведена и аргументация, как разговаривать с людьми, как работать с возражениями, и приведены ошибки, которые мы делаем, которые не нужно делать, разговаривая с людьми разных психотипов, да, с командиром, физиономистом и дипломатом, пожалуйста, скачивайте, я думаю, что они принесут вам какую-то пользу, но, естественно, мы не судим по одежке человека, нас, может быть, будут принимать по одежке судить, мы не судим, если нас уже свела судьба с человеком, если нам нужно ему сделать какую-то презентацию, выкладываемся на все сто, особенно если человек заинтересован, если он нас слушает, если он задает нам вопросы, не предполагаем, что, ой, этот хиппи, ни за что ничего не сделает, вот что я тут распинаюсь, нет, мы все это в сторону отодвигаем, человек заинтересован, мы ему даем полную информацию. Вот. Ну что, дорожка к успеху у нас у всех разная, но она никогда не бывает гладкой, она всегда бывает с какими-то извилинками, ступеньками, зигзагами, поэтому я желаю всем продумывать эту дорожку, анализировать, планировать, тренироваться, делать правильные шаги, ставить правильные цели, вот, и идти к своему успеху. Всем желаю успеха. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, вот, я смотрю, да, здесь в чате есть моя корпоративная почта, куда можно написать, если есть какие-нибудь у вас вопросы или какие-то темы, о которых вы хотели бы поговорить, потому что это все, я вам подаю эту информацию, как я ее знаю, как она меня заинтересовала, как я через нее прошла и как я ее проработала. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, то, что я не освещаю, то, о чем я не говорю, давайте будем вместе их прорабатывать. Мне бы хотелось, чтобы у нас был диалог больше, нежели монолог, и тогда я смогу выстроить даже нашу встречу, сделать более интересную. Поэтому желаю вам всем успеха. Напоминаю, и не забывайте о том, что у нас есть очень хорошие инвестиционные возможности в кабинете, да, это наши дисконты, которые сейчас продлены до конца августа, 1.51.90. То, что у нас есть конкурс Level Up с огромными призами, тоже информация есть в кабинете, какой у нас призовой фонд, и что в июне месяце у нас человек, который занял первое место, получил больше 10 тысяч долларов приз. Да, так что и условия участия не такие сложные, они упрощенные, поэтому принимайте участие, выигрывайте, попадайте в рейтинги, и не забывайте, когда мы приглашаем новичков, если он проинвестирует в течение первых семи дней, у нас еще добавляется 10% в виде дарей компании к его инвестиционному первому пакету. Поэтому не забывайте это, используйте, это все наши инструменты для обучения нашей работы. Я благодарю вас за внимание, извините, что заняла много вашего времени, но очень надеюсь, что информация была полезной. Так что всего доброго и до следующих встреч, приводите новичков, обучайте и желаю всем успехов, и чтобы ваши цели сбывались. Продолжение следует...